Всем привет! Это новости АФК-системы. С вами Ольга Макарова. Сегодня в выпуске. Биотех стал ближе. АФК запускает строительство R&D-лаборатории. МИДСИ продолжает экспансию в северную столицу. Приобретена новая клиника. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. Уже в 2022 году Сколково начнет свою работу многопрофильная биотехнологическая R&D-лаборатория. АФК совместно с дочерней системой биотех подписали соглашение с фондом международного медицинского кластера. В планах генетические исследования, производство диагностических наборов, биобанк и многое другое. Кроме исследований, лаборатория будет также заниматься и образовательной деятельностью. Тем временем в Петербурге МИДСИ запускает вторую клинику под своим брендом. Эта покупка увеличила общее количество клиник МИДСИ до 39. Полный спектр услуг для взрослых и детей, современное диагностическое оборудование и необходимые условия реабилитации. Все это теперь во второй клинике МИДСИ в Санкт-Петербурге. А в Москву МИДСИ и АФК привезли звезд европейской медицины. Они провели воркшопы для врачей и консультации для пациентов. Среди профессионалов Фабио Данжелло, признанный специалист в области малоинвазивной хирургии стопы. МТС запустила облачный сервис для быстрой разработки и запуска IT-решений. Услуга создана на основе стартапа из корпоративного акселератора МТС. Она будет актуальна для любого бизнеса, который внедряет клиентские решения. Например, мобильные приложения, чат-боты или голосовые помощники. Сервис вдвое сокращает время и затраты на запуск IT-решений. На этом у меня все. С вами была Ольга Макарова. Хорошего дня!